так всем доброе утро доброе утро бонжур так всем доброе утро продолжаем изучать перте вот так то сегодня есть на занятии по перте вот так все всем привет дюрди нивня зура посланян у нас все все те же у нас уже постоянно есть группа изучающая тору елена нивня и дерни не это два однофамильцы наверное да или монстр от сентя хорошо всем шалом яков шатанин здесь и сегодня у нас мишна номер 9 доброе утро алексидевич значит у него смешно которая продолжает вообще в принципе первая глава она обращена к людям которые там судьи принимают решения но как бы мы все можем срок привет мы все какой-то мере судьи и мы все принимаем решения и поэтому вот это вот мудрость торы выраженная в этих в этих словах она позволяет в принципе как вы знаете чем принимают решение исходя из тех установок которые у него есть в голове вот есть у каждого из нас набор каких-то установок правил убеждений есть у каждого из нас набор каких-то идей как оно должно быть и этот набор идеи как она должна быть он она у каждого из нас индивидуален и он Он взялся, откуда взялся этот набор идей, как оно должно быть, да, он взялся, ну, из дома, из детства, из книг, вот окружающих, то есть у человека, как бы, даже когда он принимает решение, или так, или так оно должно быть, то оба варианта, или так, или так, он уже где-то взял. То есть человек не создает сам ничего нового. А если, давайте посмотрим, если человек принимает решение действовать не так, как действовал кто-то, а как я буду действовать, а я буду действовать по-другому, значит, он действовал так, а я буду действовать по-другому, все равно получается, что материалом для решения является то, что человек принял со стороны. То есть, получается, у человека, в принципе, нет ничего своего, кроме способности принимать решения, из каких вариантов выбирать. Теперь, поэтому слова Торы, которые пришли к нам от Бога, Создателя мира, вот эта мудрость Торы, слова Торы и так далее, то это все дает материал в голове для принятия решений. То есть, дальше ты живешь в потоке, происходит какое-то событие, и ты в этот момент принимаешь решение, как среагировать. У тебя включается какая-то идея. Вот сегодня мы будем изучать идеи Шимон бен Шатах. Шимон бен Шатах, он жил где-то около 2200 лет назад, и он был второй мудрец в паре Иуда бен Табай и Шимон бен Шатах. Получили Тору от предыдущего поколения, и Шимон бен Шатах, он сказал следующие три вещи. Он даже сказал две вещи. Давайте посмотрим, что он сказал. Он сказал так. Значит, будь исследующий свидетелей. То есть, исследуй свидетелей, опрашивай свидетелей, выясняй свидетелей. Хатера это как следствие. А вы марбе ляхкор это эдим. То есть, делай исследования свидетелей. В а вы заирбы дворейха, и будь аккуратен в своих словах. Шема метухам иль медули шакер. Что может быть, они из твоих слов научатся, как обманывать. Научатся врать. Как это работает? Давайте посмотрим. Ну, вначале давайте идем по-простому. Вот, допустим, эту Мишну услышал судья. Судья, и он понимает теперь, что свидетели, которые говорят о том, что они видели, они, значит, могут ошибаться. И нужно их сильно исследовать. То есть, нужно сильно исследовать, проверять, пытаться найти в их словах истину. Давайте проверим. Вот, простой вопрос. Кто был вчера на уроке? Напишите, пожалуйста, я был в какой рубашке вчера, в белой или в черной? Вот, напишите, кто был вчера на уроке, кто помнит. Только не смотрите, в какой рубашке я был, в белой или в черной? Напишите, пожалуйста, кто был вчера на уроке? Шалом. В какой был вчера рубашке, в белой или в черной? кто помнит есть у нас свидетели в белой говорит Антон в белой говорит Лена в белой говорит Наталья в белой говорит Анделина Руфи Рудольфовна и все включая мошек комиссарука все ошибаются я вчера был не в белой рубашке я вчера был в серой рубашке это рубашка серого цвета она серая но это то это то что имел ввиду вот видите вот Вера тоже ошиблась это то что имел ввиду Шимон Бен Шатах он говорит что много опрашивая свидетелей потому что свидетели чаще всего они не помнят они ошибаются и будь осторожен в словах чтобы из них они не научились как обмануть то есть я специально задал вопрос в белой или в черной хотя я знал что я был в серой понятно да но когда я задал вопрос в белой или в черной то вы из моих слов начали думать или в белой или в черной и большинство ответило в белой хотя я был в серой понятно да это то что он говорил когда ты опрашиваешь свидетелей первое что мы видим что свидетели они ошибаются никто точно не запомнил и все свидетели которые которые отвечали ошиблись да потому что я был в серой а большинство написало в белой второе когда я сейчас сказал все свидетели ошиблись я сам ошибся Почему? Потому что не все ошиблись. Кто-то написал «не помню», кто-то написал «светлый». То есть, что получается? Получается, что что бы человек ни говорил, как свидетель, он в этих словах может ошибаться. Он может ошибаться. Мало того, что он может ошибаться, он скорее всего ошибается, потому что любое описание ситуации является очень фрагментарным и очень условным и очень схематичным. И когда вы об этом знаете, если вы судья, то вы будете исследовать судей, исследовать этих подсудимых, не подсудимых, свидетелей, и чтобы попытаться найти, попытаться найти вот эту вот более-менее, более-менее четкую картинку 3D, где их показания будут совпадать. Но что интересно, что если вы вторую часть услышите то, что сказал Шимон Бен Шатаф, будь осторожен в словах, потому что они из твоих слов научатся, как врать. То есть, вопрос «белое или черное?» он побуждает ответить «белое». Вопрос, вот я очень хорошо запомнил, есть такой Бенсон Зильбер, сын Равыцкака Зильбера, и он, когда встречаясь, ну вот раньше, мы с ним давно очень не виделись, но раньше, когда мы с ним встречались где-то, он задавал вопрос такой, да, при встрече. Что у вас хорошего, нового? То есть, он своими словами поворачивал человека на позитивную волну. Что у вас хорошего в жизни, нового человека? Что у меня хорошего? Начинают вспоминать. У меня хорошее, новое, это, это, это. Оп, следующий вопрос. Ну так, слава богу, какая у тебя жизнь хорошая, понятно, да? Или наоборот, можно спросить. Скажи, пожалуйста, а что тебе больше всего не понравилось за вчерашний день? Что тебя больше всего разозлило, обидело? Что было не так, как ты хочешь за вчерашнее, да? Лена Нивня, вот что у вас вчера, какие ваши планы вчера не реализовались? Кто вас вчера подвел? Кто вас вчера... Вот смотрите, например, Антон пишет, что рубашка должна быть идеальная. Если человек думает, что рубашка должна быть идеальная, то, скорее всего, у него будет в жизни много разочарований, связанных с рубашками. Потому что понятие идеальная рубашка, оно, в принципе, очень условно. И когда ты ставишь себе какие-то планки, какие-то правила, какие-то, ну вот, установки, что должно быть так, то это путь к постоянному разочарованию. Потому что мир, мир, жизнь, люди, каждый на своей волне. Каждый считает, что его волна, она, ну, самая такая, основная. Да? И если я буду ожидать, что другие люди будут действовать так, как я хочу, то что... То у меня будет много разочарований. Вот, например, Инна Дорфман меня сейчас очень сильно расстроила, да? Почему она меня сильно расстроила? Она меня вообще очень сильно, Инна Дорфман меня просто обидела, можно даже сказать. Почему? Потому что она написала «Привет из Сочи». А вот у меня, например, я бы сейчас хотел быть в Сочи. Кто, кстати, сейчас хотел бы быть в Сочи? Кто хотел бы быть в Сочи? Кроме меня. А только Ирина в Сочи. Все, только Ирина в Сочи. И если Ирина в Сочи, да? Инна, извините, пожалуйста, я назвал Инна. И я, может, тоже ее обидел, получается, неосознанно. То есть, что значит обидеть, не обидеть? Если человек ожидает чего-то, и это что-то не случается, а он этого ожидал, и оно не случается, в этот момент он может обидеться. Понятно, да, идея? Он может расстроиться. Теперь давайте еще раз вернемся. И поэтому, так как «Привет из Сочи», я не в Сочи, то я из-за Инны расстроился. А Инна, она расстроилась, потому что я ее назвал Ириной. Понятно, да? Все, Алена Эйфория хочет тоже в Сочи. Все хотят в Сочи, да? А вот Петя Нивня говорит, всегда говори правду, если не знаешь, держи язык за зубами. Само понятие «правда», само понятие «правда» – это очень, как сказать, «правда». Что такое «правда» вообще, да? Что такое «правда»? Само слово «правда». Правда – это то, что… А как быть с выражением «у каждого своя правда»? Если у каждого своя правда, два свидетеля объясняют, один говорит одно, второй другое, один говорит, да я говорю правду, второй говорит, я говорю правду. Где правда здесь? Нету правды. То есть, пока мне человек думает, что есть только один способ описания ситуации, есть только одно правило, одно решение, одно и должно быть так, это путь к разочарованиям. О, Наталья Ратнер задает очень важный вопрос. Как избежать разочарования, ставя цели? Первое, как избежать разочарования, ставя цели. Два варианта есть. На самом деле, есть, наверное, 222 варианта. Но я как бы, у меня в голове пришло, что есть два варианта. Первый вариант – это не ставить цели. Не ставить цели. То есть, ты просто… Что такое ставить цель? Это ты закидываешь в будущее некую идею, как бы я хотел, чтобы было, для того, чтобы я был счастлив. То есть, ты как бы делаешь два предположения. Первое предположение, что мне это надо. Второе предположение, что когда я это получу, я буду счастлив. Третье предположение, это вообще, что я это получу. Потому что, когда ты ставишь цель, ты надеешься ее получить. А может, ты ее не получишь. То есть, ставя любую цель, ты заранее подвешиваешь свое счастье, как бы, да, на очень такие схлюпенькие подвесочки, да. Я ставлю цель. Я придумал, что я это хочу. Я назвал срок, когда я это хочу. Я для себя придумал, зачем я ставлю цель. Для того, чтобы быть счастливым. Значит, я себе автоматом сказал, что пока я ее не достигну, я несчастлив. То есть, мне же нужно это, а у меня этого нет. Вот, как бы, моментальные последствия постановки цели. Поэтому, тот, кто не ставит цели, в принципе, если он от этого не страдает, то ему полегче живется, да. У него нет цели. Он, как бы, ну, все, он не закидывает себе никакие там супер-мега, как сказать, в будущее крючки. Значит, у него тогда не будет разочарования. Если у вас нету тети, вам ее не потерять. Знаете, есть такое. А если вы не живете, значит, вам не умирать. Такая песня была. Смотрите, теперь второй путь избежать разочарования. Это осознавать, все-таки ставить цели, но осознавать, что сама постановка цели и сами все эти предположения, что я буду счастлив, я ее достигну, мне помогут, мне не помогут, что все это иллюзия. Тогда ты осознанно включаешь эту иллюзию. Но ты должен знать, что когда ты включаешь какую-то свою иллюзию в виде цели, в этот момент ты вступаешь в конфликт с другими людьми. Почему? Потому что ты начинаешь двигаться по какой-то своей траектории, а другие люди, которые не ставили себе твою цель и у них нет цели, чтобы ты достиг свою цель, они двигаются по своим траекториям. И каждый раз, когда вы будете входить в, как сказать, в контакт, то будет разочарование, потому что ты ждешь, что они сделают, тебе помогут, тебе надо, то есть ты себе нарисовал свой план, что оно будет так. Люди, они, у них свой план, они нарисовали себе другой какой-то план. Теперь, если ты ожидаешь, что ты достигнешь цель, что ты будешь счастлив, что люди будут тебе помогать, что они будут, что весь мир будет крутиться вокруг твоей цели, это ошибка, такого не будет. Поэтому на вопрос, как избежать разочарования в ставя цели, два варианта. Или не ставь, или если ты ставишь, то пойми, что это твоя иллюзия, это твое, ну как бы, твое кино. Если оно идет не по твоему сценарию, ну, то есть, значит так, значит у Бога другой сценарий, значит он, то, что происходит, это и есть сценарий Бога, то есть вот та реальность, которая есть в данный момент, это и есть план Бога. То, что произошло, это план Бога. То, что ты хотел бы, чтобы произошло, это твой план. Прекрасно, когда они совпадают, это у нас будет дальше Мишна, что если твой план выполнять план Бога, так тогда вы идете в одной команде, да, то есть, если твой план это выполнять заповеди, молиться, ну, то есть, если ты живешь по плану Бога, то, что Бог сказал, надо делать, тогда, тогда получается, твой план это план Бога, а план Бога это твой план, то есть, ты идешь с Богом в резонансе, понятно, да? Все, давайте вернемся к Мишне и завершим ее сегодняшний урок, еще раз сказал нам Шимон Бен Шатаф, он нам сказал, а вы марбе ляхкор это един, очень сильно исследуй свидетелей, что они говорят, потому что свидетели не говорят правду, нету правды, все свидетели врут, это тоже неправда, все свидетели ошибаются, неправда, все свидетели, свидетели разные, разные, да, они думают часто, что они, бывает, что свидетели обманывают, бывают, бывают осознанно обманывают, бывают, бывают неосознанно, так смотрите, что интересно, да, вот мы же провели сейчас исследование, мы провели исследование, провели мы сейчас исследование насчет рубашки, вы увидели, что вот свидетели, честные люди, без всякой задней мысли, и ошиблись, я задал вопрос, белая или черная, она была серая, понятно, да? И будь осторожен в своих словах, чтобы из них они не научились обманывать. То есть здесь мы перешли к одному очень важному такому моменту. Мышление человека, мышление человека, оно зависит от вопросов, которые ты перед ним ставишь. Если ты ставишь вопрос, что ты хочешь, например, с целью, давайте, вот цель, был вопрос Натали Ратнер про цель. Какая у вас цель? Такая-то. А почему ты это хочешь? Потому что. А зачем тебе это надо? Для того-то. А как ты можешь еще это получить? И у вас окажется, что то, что вы хотите получить с помощью цели, вы можете получить еще тысячу других способов. Понятно? То есть от вопроса, как ты задаешь вопрос свидетелям, как ты задаешь вопрос себе, как ты задаешь вопросы, от этого зависят ответы. И так как все мышление человека это ответ на какие-то вопросы, вы можете не осознавать свои вопросы. Но вопрос есть внутри. Всегда есть вопрос, что сделать, что для тебя важно, почему это для тебя важно, ну и так далее. То есть управляя вопросами, ты управляешь свидетелями. Управляя вопросами, ты управляешь собой. Есть один из комментариев на эту мишну, что свидетели, о которых говорится в этой мишне, это глаза человека. И по вопросу, что ты хочешь, из твоего вопроса свидетели, они начинают искать то, что ты хочешь. То есть и наоборот, понятно, да, идея, что вопросы, внутренние вопросы, да, что для тебя важно, что ты сегодня будешь делать, как ты проведешь сегодняшний день, что ты выберешь и так далее. Эти вопросы, они и рулят твоей жизнью. Поэтому сейчас есть такая система очень крутая, коучинг, где коуч вам задает разные вопросы. У него есть целый список разных вопросов, которые ты сам бы себе не задал. И эти вопросы выруливают твое мышление из тупика на простор. То есть коуч, он с помощью вопросов, он помогает тебе. Опять же, это тоже ли шакер? Это тоже обман, потому что любая новая цель, любой новый подход, это все иллюзия. То есть ты закидываешь в мифическое будущее, которое ты построил у себя в голове, свои же мифические какие-то идеи, которые потом заставляют тебя же двигаться. И весь вопрос в том, что чем больше ты двигаешься, чем больше у тебя правил, чем больше у тебя цели, тем больше у тебя разочарования. Все. Понятно, да, давайте сделаем какие-то выводы. Сегодня получилась такая короткая мишна, а очень она вызвала интересные мысли. Давайте мы сейчас подумаем, какие можно сделать выводы. Для меня вывод какой, что все надо исследовать. То есть для меня главное слово в этой мишне, а вы марбе ляхкор, это эдим. Исследуй и пойми, что любые эдимы не ошибаются. И из твоих вопросов, какие будут вопросы, такие будут ответы. Все. Понятно, да? Это мой вывод. Напишите, пожалуйста, ваш вывод, какие у вас родились мысли. Зафиксируйте эти мысли и напишите их. Это очень важно. Учить Тору для того, чтобы делать, для того, чтобы обучать, для того, чтобы сохранять. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Прекрасного дня. Божественных благословений. Пока. Прекрасного дня.